Здравствуйте, уважаемые одесситы! На сегодня, 20 марта, в Одессе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. По состоянию на 20 марта в Одесскую инфекционную больницу поступило за сутки в стационар 16 пациентов, которые прибыли из стран с неблагополучными показателями по коронавирусу. Проведены 16 тестирований быстрыми тестами. Результаты на исследование у всех отрицательные. У 11 пациентов биоматериалы взяты и направлены в областную вирусологическую лабораторию. За все время в инфекционную больницу с 13 марта на сегодня было протестировано быстрыми тестами 39 человек. Все отрицательные. Также хотелось бы отметить, что на базе городского центра неотложной медицинской помощи организованы 6 бригад для работы в круглосуточном режиме, для предоставления помощи всем тем особым лицам, у которых есть подозрения на коронавирус. Хотел напомнить, что аппараты искусственной вентиляции легких планируется закупить нашим департаментом здравоохранения в количестве более 50 штук в скором времени. А также хочу напомнить, что из городского бюджета выделено 143 миллионов гривен на приобретение всего необходимого. Что касается деятельности городских коммунальных служб в рамках оперативного штаба. Специалистами коммунального предприятия «Горэлектротранспорт» дезинфицирующими средствами обрабатывается полностью подвижной состав, а именно 100 троллейбусов, 120 трамваев, 50 автобусов. Эти мероприятия проводятся дважды в день во время пересменок и после второй смены в депо, а также на конечных остановках. Кроме того, после каждого оборотного рейса на конечной остановке водитель и кондуктор полностью обрабатывают порочни и сиденья. Специалисты наших коммунальных сервисов проводят обработку 511 детских площадок, 3607 мусорных контейнеров, более 1500 лифтовых кабин и 11000 парадных. Еще 73 детские площадки, которые находятся в парках, дезинфицируют коммунальное предприятие «Горзелентрест». Коммунальное предприятие «Сервисный центр» обеспечивает постоянную дезинфекцию 16 буветных комплексов. Также 423 остановочных комплекса ежедневно дезинфицируются сотрудниками КП «Городские дороги». Хотелось бы проинформировать вас о деятельности транспорта в городе Одессе. По состоянию на 9 утра сегодня, 20 числа, выход подвижного состава на городскую маршрутную линию составил 75% от плановых показателей, что выше значительно, чем это было днем раньше. То есть наблюдаем положительную тенденцию по увеличению подвижного состава на улицах. В свою очередь, с 19 по 20 число было повреждено 5 трамваев и троллейбусов. А 20 числа сегодня 17 раз граждане города блокировали движение электротранспорта. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем одесситам. Это вынужденная мера для безопасности и здоровья вашего и окружающих. За нарушение правил карантина и порчу имущества виновные будут привлекаться к ответственности. Прошу вас соблюдать спокойствие и понимать, что это наш город, который должен работать и функционировать в рамках правил карантина. Также хочу проинформировать, что оперативным штабом мэрии Одессы на базе грантового офиса Одесса 5Т создано онлайн-сообщество для всех бизнесменов и предпринимателей, которые хотят помочь одесситам в этот сложный период. Основные цели данного сообщества – это помощь в покупке необходимого для медицинских учреждений города. Это помощь в покупке продуктов и медикаментов для пожилых одесситов. Это обеспечение транспортом волонтеров, которые будут работать по городу. Это обмен контактами производства предприятий, которые могут помогать Одессе и одесситам в период карантина. Призываю всех бизнесменов и предпринимателей сплотиться и совместными усилиями мы обязательно победим. Также оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса создано онлайн-сообщество большинства общественных организаций города Одессы, в том числе религиозных, спортивных, ветеранских и многих других, которые хотят помочь в период карантина. Основные цели данного сообщества – это информирование населения в телефонном режиме о необходимости оставаться дома, особенно горожан пожилого возраста. Это организация подвоза продуктов и медикаментов одесситам, которые в этом нуждаются. Это сбор и обмен контактами одесситов, которые нуждаются в помощи. Это помощь, волонтерская помощь в работе общественного транспорта. На сегодняшний день уже более 80 организаций, которые подключились к этой работе и активно помогают. Координируют работу онлайн-сообщества Департамент внутренней политики Одесского городского совета. Я хочу обратиться к одесситам. Оставайтесь дома. Используйте средства защиты – маски и антисептики. Карантин – это не отпуск или каникулы. Это вынужденная мера, призванная защитить каждого одессита. На каждом из нас лежит персональная ответственность за здоровье свое и окружающих. Наш штаб продолжает работу. Будьте здоровы! Спасибо. Уважаемые одесситы! Уважаемые одесситы! Помимо тех тест-систем, которые уже имеются в инфекционной больнице и были ранее закуплены за средства медицинских учреждений города, полученные ими от Национальной службы здоровья, в ближайшее время ожидается большая поставка тест-систем, закупленных за средства городского бюджета Одессы. Из бюджета на эти цели выделено 3 250 000 гривен. Это позволит закупить 10 000 экспресс-тестов для обследования на коронавирус. Из государственного бюджета до настоящего времени не поступало средств для обеспечения города Одессы средствами диагностики коронавируса, поэтому средства были выделены из муниципальной казны. Как вы знаете, с 17 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Принятые изменения позволили значительно упростить процедуру проведения закупок и тем самым сократить срок поставки жизненно необходимых диагностикумов, тест-систем, медикаментов и других компонентов, которые необходимы для обеспечения противодействия коронавируса. В этой связи начатая ранее тендерная процедура по закупке тест-систем была отменена, и Одесская инфекционная больница проводит закупку 10 000 тест-систем на коронавирус по прямым договорам, что сейчас позволяет действующее законодательство. Сейчас договор находится в состоянии его подписания сторонами и согласования различных условий поставки организационных моментов, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней Одесса получит большую поставку тестов на коронавирус, которые позволят обследовать нам население. Напоминаю о том, что согласно действующей нормативной базе по приказу Министерства здравоохранения действующего на настоящий момент, обследование проводится в случае наличия у человека симптомов респираторной инфекции острой, и в том случае, если он находился, посещал территории с регистрацией случаев коронавирусной инфекции. Кроме закупки тест-систем, также проводится закупка дополнительного оборудования для оснащения городских лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, городским департаментом здравоохранения создана единая мониторинговая группа, которая оперативно отслеживает наличие в городских медучреждениях всего необходимого оборудования, медикаментов, средств защиты, дезинфекторов и так далее, всего, что используется для противодействия коронавирусной инфекции. Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время на территории города Одессы не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Хочется поблагодарить всех, кто отнесся ответственно к этой ситуации, всех, кто соблюдает необходимые, вынужденные, не всегда удобные, но очень нужные нормы относительно социальной изоляции, разграничения контактов. Как мы знаем, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, в большей степени капельным путем, что означает, что нахождение людей рядом друг с другом способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому медики в качестве меры превенции коронавируса предлагают в первую очередь разобщение коллективов, ограничение контактов, тщательное соблюдение гигиены, мытье рук, использование средств индивидуальной защиты. Можно обсуждать тот вопрос касательно того, нужно или нет пользоваться масками здоровому населению, но однозначно маски должен использовать человек, имеющий симптомы любой респираторной инфекции. Таким образом, требования ряда учреждений о том, чтобы их сотрудники или их посетители носили маски, абсолютно правомерны, потому что таким образом защищается от потенциального человека, который может быть болен, мы защищаем большое количество окружающих людей. Также необходимо при кашле, при чихании, если у вас есть симптомы респираторной инфекции, не использовать ладонь руки, а пользоваться одноразовыми салфетками бумажными, которые после использования нужно сразу выбросить. Очень желательно в закрывающийся контейнер с крышкой, либо ведро с крышкой. В случае, если у вас нет с собой салфетки, нужно использовать для кашля и чихания сгиб локтя. Не нужно закрываться ладонью руки, которой вы потом можете прикасаться к другим объектам. Медики Одессы просят всех пользоваться исключительно проверенными источниками информации, не секрет, что сейчас достаточно много информации распространяется, очень много людей высказывают свои позиции о коронавирусе. Напоминаем о том, что достоверную информацию по вопросам коронавируса можно получить на сайте Министерства здравоохранения Украины, mos.gov.ua, также на сайте Центра грамматического здоровья Украины. Также в Украине создан сайт, где собрана вся комплексная актуальная информация по коронавирусу. Он расположен по адресу covid19.com.ua. Также информация относительно города Одессы достоверно размещена на сайте Одесского городского совета и на странице Горсовета и Городского департамента здравоохранения в социальных сетях. Мы желаем всем здоровья, просьба соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, потому что это меры, которые защитят, в принципе, от любых респираторных инфекций, будь то ОРВИ, будь то грипп. Будьте здоровы, не болейте, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok